Мила Коган. Почему деньги развращают мужчин? Мила. Мне кажется, это не общее правило. Я знаю мужчин, которых очень большие деньги не развращают. То есть я видел разных на бирже. Молодые люди зарабатывали первые деньги, шли, одевали малиновые педжаки, нанимали самых шикарных девочек из этих агентств экскортных, переставали работать. Иногда превращались в бандитов. Пусть у нас в бандитов надо на что-то жить, где-то зарабатывать. Иногда разорялись. Муж одной очень известной певицы. Мы с ним были знакомы. Очень богатый человек. Забросил бизнес, начал помогать своей жене, певице. Хотел встать, не разбираясь совершенно в этом шоу-бизнесе. Начал вкладывать все это очень неумело и еще под контролем и жены, в которой были другие цели. В конце концов, пришлось все продавать. Ездил на автобусе. И она не испытывала чувства благодарности. Меня это расстраивало, кстати говоря, очень. Она рассказывала, что вот мой лопух, значит, все деньги. Про вот это. И теперь ездят на автобусе. Я знаю другие примеры. Люди, которые... Которых деньги не просто не портили, а не меняли. Ну, есть какие-то деньги там. Это деньги бизнеса. Их надо вкладывать. Я привожу пример Олега Дерипаску. Самого богатого человека России в какое-то время. Ну, вот не всегда ели они, эта группа, которая занималась алюминием на российской бирже. Не всегда обедали. При том, что денег было достаточно. Некогда было. Работали. И таких очень много. И очень много таких среди известных предпринимателей. Там я не хочу... И я admissionу всеянную информацию. И я опять.